Омнамо Бхагавате Васудевая Сегодня мы прочитаем один текст из 11-й песни Машимат Бхагавата. Глава называется «Элементы материального творения», текст 26-й. Шри Удхава сказал, «О Кришна, хотя материальная природа и живые существа принципиально отличаются друг от друга, кажется, что между ними нет разницы, потому что мы видим, как они пребывают друг в друге. Таким образом, создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы, а материальная природа внутри души». Шри Удхава выразил сомнение, которое возникает в сердце обычной обусловленной души. Ведические писания провозглашают, что материальное тело является временным порождением трех гун материальной природы. Осознающее живое существо внутри тела – это вечная духовная сущность, душа. В Бхагаватгите Господь Кришна утверждает, что материальные элементы, составляющие наше тело, являются его отделенной низшей энергией, а живые существа относятся к высшей энергии Господа, наделенной сознанием. Тем не менее, в повседневной жизни материальное тело и обусловленная душа кажутся неразделимыми и потому неотличными друг от друга. Поскольку живое существо входит в чрево матери, постепенно обрастает телом и выходит оттуда уже в развитом теле, кажется, что душа очень глубоко врастает в материальную природу. Подобным же образом, вследствие отождествления души с телом, тело со своими материальными потребностями, по видимости, тоже глубоко врастает в сознание души. Более того, тело не способно существовать без присутствия души. Вследствие этой кажущейся обоюдной зависимости, различия между душой и телом не столь очевидны. Поэтому Шиудха возведет этот вопрос Господу, чтобы рассеять все сомнения. Еще раз я прочитаю стих. Шиудхава сказал, «О Кришна, хотя материальная природа и живые существа принципиально отличаются друг от друга, кажется, что между ними нет разницы, потому что мы видим, как они пребывают друг в друге. Таким образом, создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы, а материальная природа внутри души». Итак, это очередной текст на вечную тему. «Отличия души и тела». Эту телу можно говорить вечно, потому что понимание приходит достаточно туго. И все сложности духовной жизни возникают только из-за этого, что нет ясного и четкого понимания различий души и тела. И здесь Шиудхава, великий преданный Кришной, задает такой вопрос. Он говорит, «Да, веды провозглашают, что материя есть материя, низшая энергия Господа, лишенное сознание. А душа, носитель сознания, высшая энергия, совершенно принципиально разные вещи». Он говорит, «Но в повседневной жизни это не очевидно, что они принципиально разные вещи». И из комментария мы видим, действительно, душа попадает в чрево матери и начинает обрастать телом постепенно. И когда процессы происходят постепенно, то к ним привязываешься. Постепенно живое существо, душа обрастает телом, привыкает к нему, уже свои побуждения начинает проявлять через различные телодвижения, действия. Видишь, что тело слушается, хочется почесаться, рука почесала, все нормально. То есть живое существо погружается в это состояние. И очень трудно доказать, на самом деле, философски несложно, а практически довольно-таки сложно доказать, что душа и тело – это разные вещи. Потому что так они сильно связаны здесь, здесь буквально говорится, что живое существо врастает в материальную природу, в тело, вросло и поселилось там. Я знаю, что это мои руки, это мои ноги, это моя голова, все, я пользуюсь этим, я врос сознанием сюда. Точно так же тело теперь со всеми своими потребностями вросло в сознание. Такое взаимопроникновение произошло. И поэтому, хотя они принципиально разные по своей природе, душа-то еще невидима ко всему прочему. И просто ее сознание распространено по всему телу. И кажется, что это, в общем-то, одно целое. Хотя, по сути, философски мы знаем, что душа и тело совсем разные. Природа духа – это одно, природа материя – другое. Но так они срослись глубоко, прочно, что практически невозможно увидеть эту разницу. И мы видим, что в повседневной жизни тоже сознание очень сильно реагирует на изменения в теле, а тело реагирует на изменения в сознании. Смотрите, человек получает какое-нибудь печальное известие, информация в сознание входит, и его хватает приступ сердечный. Это тело. Вроде никто его по телу не бил. Никто там по сердцу никаких ударов не наносил. Просто послание пришло какое-то печальное. Кто-то умер или что-то еще там такое. Извините, ваш счет в банке, на котором был миллион, куда-то потерялся. Поэтому теперь вы больше не получите своего миллиона. Ну или еще что-нибудь подобное такое. Вот как недавно в Америке погибла база данных какого-то крупнейшего банка со всеми счетами. Полностью. И нету их. Что хотите, то и делайте. Непонятно, как теперь все это восстанавливать. В общем, что-то из таких радостных известий приходит в наше сознание, то сразу же начинает сердце учащенно биться. Человек потеть начинает, говорит, как же так, вскакивает, бежит куда-то. И подобным же образом, если тело заболело, в теле происходят какие-то изменения в сознании тоже начинаются. У человека депрессия может какая-то начаться. Если он заболел надолго чем-то, он не может наслаждаться. Ему какой-то режим прописывают, еще что-то такое. Лежи, не ходи, не ешь, что-то, все. И такая хандра у человека начинается в сознании. Например, когда гепатит B у человека развивается, то депрессия, депрессия это состояние сознания, они являются нормой, это как бы такой симптом протекания болезни. То есть болеет тело, печень, отражается на сознании. То есть существует такая очень четкая и плотная связь между этими двумя структурами, которые кажутся совершенно разными, сознание и материя, но они так всрослись, что изменения в сознании влияют на тело, изменения в теле влияют на сознание. Иди попробуй, докажи, что это разные вещи. Поэтому Удхава и говорит в конце своего стиха, что создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы, и материальная природа внутри души, что это, собственно говоря, одно и то же. Так они плотно срослись. И для того, чтобы отделить, все-таки для того, чтобы показать, что душа и тело это разные вещи, чтобы выделить душу из тела, необходим какой-то катализатор. Как-то нужно сделать, так сказать, спровоцировать извне, чтобы все-таки среди этой кучи материальных элементов все-таки что-то другое проявилось, завибрировало, духовное сознание. И для этого нужен определенный процесс. Духовный процесс, духовный звук, духовное знание. Это и есть Бог в звуке, Кришна в звуке. Чистая духовная вибрация, она активизирует душу. С телом ничего не происходит. Ни в каком органе, ни в чем не происходит никаких изменений. Но сознание начинает трепетать. И у человека проявляется интерес какой-то. Как мы все здесь оказались? Мы услышали звук. Мы услышали звук. Потому что я что-то сказал. Даже, может быть, мне особенно что-то духовное. Или показал какая-то вибрация. Вибрация звука, вибрация цвета, вибрация вкуса. Какая-то вибрация задела какую-то нотку внутри. И вот мы здесь оказались. И здесь мы принимаем странную философию. Мы принимаем странную философию о том, что нужно ограничивать свои чувственные материальные наслаждения. Нужно больше уделять внимание духовной жизни, которой не занимается большинство людей. Мы принимаем эту философию нормально. И даже хотим вдохновляться больше и больше. Почему? Потому что внутри что-то стало такое пробуждаться. И так нужен какой-то катализатор, который пробуждает это. Как в былые времена подпольщики писали друг другу письма молоком на белой бумаге, чтобы никто не заметил. Белым молоком на белой бумаге вы пишете. Все, написали какое-то там послание. Оно высохло, все хорошо, ничего не видно. Как нужно сделать, что сделать, чтобы проявилось это все? На свет, на тепло, где-то там на горячей свечкой, эту бумагу. Раз, 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 молоко начинает темнеть и цвет проявляется. То есть какой-то катализатор извне, он активизирует. Тут мы видим, что вроде бы было все одно, нет разницы. Между надписью этой бумагой, теперь раз, на этой светлой бумаге какая-то темная надпись. И там пишут, ждем тебя там-то, там-то, приходи, смотри, чтобы за тобой хвост не пришел, еще что-нибудь. То есть нужно что-то такое извне, чтобы это произошло. В Бхагавадгите Кришна говорит, хочешь понять различия между духом и материей, прими гуру. Без его послания, без вот этого стимула извне, ты ничего не поймешь. И здесь вот в этой же главе, кстати говоря, в 11-й песне Шмадбхагава, там Кришна говорит, что живое существо, обусловленное многие жизни, само пробудиться не может в духовной жизни, не способно. Когда мы пробуждаемся, мы пробуждаемся либо от звука, а если даже не от звука, не от будильника, от света мы пробуждаемся. Потому что утро наступает энергия благости. И когда энергия благости наступает, то сама энергия благости обозначает пробуждение. Я пробуждаюсь не потому, что я выспался. Есть люди, которые могут спать круглыми сутками, на самом деле. Особенно, когда человек болен, он может спать сколько угодно. Сколько угодно, практически постоянно. Встал в туалет, поел и опять лег, и он спит круглыми сутками. И тамагуна. И пробуждаемся мы не просто потому, что мы выспались или не выспались. Тот, кто в тамагуне, он никогда не высыпается. Ему кажется всегда, что поспать – это вообще отличное предложение. Тот, кто в тамагуне находится. И пробуждение происходит благодаря энергии благости. В благости уже вот этот элемент пробуждения есть. И поэтому утром, естественно, у здоровых лет открываются глаза, даже без будильника. То есть, сами мы не пробуждаемся никогда под воздействием внешнего какого-то. Пускай это будет свет солнца, пусть это будет звук будильника, какие-то шумы, еще что-то. То есть, обязательно какой-то внешний фактор должен быть. И так для того, чтобы вот в этом конгломерате, в этом сложном материальном мире, где столько разных элементов, так они все переплетены между собой, для того, чтобы выделить что-то такое духовное, которое принципиально отличается от материального, нужно, чтобы что-то другое духовное извне стимулировало. И тогда это будет резонанс, вибрация, они придут в резонанс, придут в гармонию определенную. И живое существо внутри тела скажет – да, да, есть какая-то высшая духовная реальность. И по этому звуку, по этой вибрации он пойдет искать, нюхать дальше. Где здесь что? Где здесь Бог? Где здесь Кришна? Где здесь мой путь? Таков процесс. И этот процесс пробуждения, он очень важен, очень важно не уснуть опять. Потому что, когда сознание человека пробуждается к высшим таким формам, все равно мы остаемся в рамках материального мира. И раз мы остаемся в материальном мире, это означает, мы можем опять в невежество, можем в страсть. То есть, здесь это равновесие духовное, его нужно очень четко поддерживать. Я вчера приводил в кафе этот пример с ведической одеждой, как даже некоторые элементы нашей культуры, одеяния, как они связаны с сознанием. Например, длина сари очень четко регламентирована. Сари должно достигать вот этой вот косточки на щиколотке. И ниже, ни выше, четко по этой косточке должно идти. В чем смысл? Смысл в том, что, когда человек находится в благостном сознании, в духовном сознании, то это благостное сознание, сознание, в котором находится, равновесие. Это равновесие, оно помогает человеку и фигуру держать правильно, осанку очень ровно. Если человек из гуны благости опускается в невежество, то это проявляется в том, что он начинает больше вперед наклоняться. Когда он начинает наклоняться вперед, то передний край сари будет что? В пыли волочиться. А если гуна страсти возрастает, нос задирает человек назад, теперь у него задний край будет волочиться. И поскольку длина совершенно четкая, ни выше, ни ниже, никакой моды. За моду расстрел сразу. Какие там мини, какие макси, право-влево расстрел. Вечная мода только по эту длину и ни выше, ни ниже, никуда. Потому что это регулятор сознания. Это регулятор сознания. И когда человек находится в таком состоянии, то даже такие простые элементы культуры, как длина одежды, они помогают ему уже, так сказать, понять, я что, в тамагуну погружаюсь какую-то, вперед начинаю клониться к земле, либо наоборот, начинаю гордиться гуну страсти. И по этому же примеру мы также видим, как все-таки тело и сознание сливаются, очень плотно сливаются. Что изменения в сознании сразу же даже на осанку влияют. Вперед или назад. Гуна страсти заставляет человек грудь выпить колесом, но задрать, а гуна невежества, наоборот, сгорбиться и разувериться в своих возможностях в каком-то таком-то неуверенном положении пребывать. И благодаря этому мы видим, как все-таки душа с телом очень сильно срослась. И поэтому вычленить душу из тела достаточно сложно. И много существует разных философий, много разных учений, которые дают свою картину мира, свои представления о мире. И в этой же главе Шимат Бхагава там Кришна приводит интересный стих. Он так говорит буквально. Благодаря воздействию моих различных энергий у философов появляются разные мнения. Но для тех, кто сосредоточил свой разум на мне и научился контролировать свои чувства, различие восприятия исчезает. И уходит сама причина спора. Он объясняет, что различные взгляды на мир, и скольки элементов создан мир. Потому что даже в Ведах вы найдете кучу разных вариантов. Где-то говорится, в Брахмасамхите вы найдете описание, что из девяти элементов состоит творение. В Бхагавадгите говорится про 24 элемента творения. В том же Шимат Бхагава там где-то говорится про 28 элементов творения. Если вы найдете какую-нибудь китайскую философию, там вам будет говориться о четырех или о пяти стихиях творения. Или еще что-нибудь просто о двух началах, инь-ян. Веды говорят о трех гунах и так далее. Миллион разных описаний на самом деле. И Кришна говорит, что по сути дела все это правильно. Это все правильно. Он говорит, потому что по-разному можно эту материальную природу раздробить. Можно сгруппировать, можно выделить махатат в один элемент. Можно не выделять, как хотите. Некоторые дух в целом выделяют, в целом духовное начало, имея в виду душу и парамат. Некоторые их различают. То есть и то, и то правильно. Если мы подчеркиваем аспект единства, что душа и Бог едины по своей духовной природе, можно их в одну категорию сгруппировать. Страху нет. А если мы хотим подчеркнуть их отличия, тогда еще один элемент добавится. Мы говорим, душа и парамат, это различие. То есть в зависимости от того, что человек хочет сказать, может быть разная категоризация. Также куча разных других философий, которые предлагают разные другие варианты. И Кришна говорит, что это правильно. Это не имеет большого значения, потому что все, о чем они говорят, это иллюзия. Иллюзию можно по-разному. На любое количество элементов разделять, она от этого не перестанет быть иллюзией. Иллюзия в 25 элементах, в 26, в 28. Какая разница? Это не имеет значения большого. Самое важное, это понять того, на ком эта иллюзия зиждется. Потому что иллюзия не может существовать без реальности. У всякого отражения есть какой-то прообраз, есть изначальный образ. Без этого образа никакого отражения быть не может. И Верховный Господь является этой невидимой основой всех трансформаций, всех изменений, всех этих элементов. Дальше в этой главе Кришна говорит, что глина, в глине неоформленной, уже находится потенциальный горшок. С глиной можно слепить горшок. А в горшке находится потенциальная глина, потому что горшок можно разбить, землю залить водой, опять будет глина. Итак, он говорит, горшок находится в глине, глина находится в горшке. Но и глина, и горшок находятся в Кришне. Потому что он источник всех элементов. То есть смысл не в том, чтобы понять материальные элементы, а смысл в том, чтобы понять, откуда они исходят, самую основу. Сегодня утром копался в библиотеке старых книг отца, обнаружил там такую книгу, как что-то там про геометрию какой-то ученый, значит, пытался понять вот это вот разнообразие геометрических форм, их гармонию, какие-то там вот в природе существуют, знаете, уже они гармоничные такие, кристаллы, вот эти вот все какие-то, даже атомы, молекулы, они имеют какую-то определенную уже структуру, понимаете. То есть молекулы с определенным количеством атомов, два, три, четыре, пять, то есть они такие, как бы, какая-то гармония в них есть уже. Даже когда смотришь просто на снежинку, она же очень красивая, то есть такой узор законченный, причем никакого там ни одного лишнего лучика, вообще ничего нет. И любая какая-то форма такая вот авторитетная, будь то треугольник, квадрат или круг, ром, что-то еще, вот это вот чувство гармонии, которое возникает от взгляда на него, оно возникает благодаря чему? Благодаря тому, что это как бы симметрия или гармония любой фигуры, она строится вокруг чего? Вокруг невидимого центра. Что такое симметрия? Симметрия это относительно чего-то, да? Мы говорим, вот эта сторона, что-то влево больше, а справа меньше, что-то не то. Надо несимметрично, нужно... И относительно чего? Какой-то центр нужно найти. Причем этот центр, как правило, невидим. Если вы видите просто круг или квадрат, вы не считаете там центральную точку, но если что-то нарушено в гармонии, вы сразу видите, что-то уже не то. Какой-то неровный квадрат или какой-то треугольник, какой-то неправильный, что-то не то. Потому что не выделен этот центр. И вот он пытается понять, откуда вообще ученые в этой книге, он пытается понять, откуда же взялась какая-то гармония, это самочувство, какой-то симметрии, что-то такое. Почему в природе существуют такие удивительные формы, и люди просто-напросто берут их и уже из них строят что-то такое. А сама эта гармония уже есть в природе. И он там какие-то свои концепции наворачивает, трудно понять. Даже сам, кажется, до конца не понимает, о чем речь. Но он ищет, он искатель, ему интересно, вот он там какие-то интересные всякие фигурки из них строит, пытается пробиться во все эти вещи. А смысл очень прост, что центром, вокруг которого организуется вообще вся симметрия, вся гармония, как раз является источник силы этого. Мы знаем, что духовный мир тоже имеет свою геометрию, шестиугольник, как это описано в Брахма-Самхите. Вот и говорится, что в центре, в центре этого шестиугольного царства Гокулы находится трансцендентное сияющее тело Кришны. И вокруг него уже в определенном геометрическом порядке располагаются эти лепестки, которые являются обителями Гопи. И дальше, дальше, дальше лотос распространяется вокруг этого центра. То есть центром всей этой геометрии, центром всей этой гармонии, всех этих вещей является Кришна. Но в основном он не виден. Только люди видят, что когда что-то неровное, говорят, это неровное, какая-то несимметричная фигура. Как бы изнутри мы начинаем эти вещи ощущать. В том же древнем китайском трактате Дао Цзин говорится, что колесо вращается благодаря присутствию неподвижного центра. Если бы не было неподвижного центра, представьте себе, что, ну, кто-то на машинах приехал, вот есть колесо, но колесо должно держаться на оси. И ось в этой втулке неподвижной. Если бы этого не было, ничего бы не было. То есть колесо вращается благодаря присутствию неподвижного центра. И никак иначе. Это самое главное центральное, это основа колеса. Вот этот вот неподвижный центр. И это принцип всего. Почему, вообще говоря, вращаются светила? Почему вот это вот коловращение существует? Почему в мире все вращается? И что-то центр вокруг которого вращается. И зачем это все вращается? Жизнь динамична по своей природе. Но все должно быть привязано к какому-то определенному центру. Например, вы можете себе представить страну без столицы. Такого не бывает. Должен быть центр, вокруг которого все вращается. Зачем он нужен? Никто не понимает. Но он зачем-то нужен. Понимаете? Некий организующий центр, из которого исходит что-то. Какие-то наставления определенные, какие-то законы. Там сидит кто-то, кто повелевает. Громы и молнии мечт, если его не слушаются. Или наоборот, подарки раздает, когда все хорошо. Для чего нужна столица? Я не знаю, на чем она нужна вообще. Можно и без нее жить. Но это организующий фактор. Понимаете? И так во всем. Должен быть какой-то центр всегда. Точно так же в этом мире есть центр, вокруг которого все вращается. Это ось, на которую одета вся вселенная. Это гора Амеру. На духовном уровне на духовном уровне это стебель лотоса, на котором сидит Браха. На духовном уровне. На более тонком уровне это гора Амеру. На более грубом уровне это уже какие-то все планетные системы, личный путь, там что-то еще. То есть это разные, как бы так сказать, просто срезы бытия. Но должен быть вот этот вот центр, вокруг которого все вращается. Без этого ничего не будет. Пирамидка не будет держаться, если не будет этого стержня. Дом не будет держаться, если не будет фундамента. Тело не будет держаться, если не будет позвоночного столба. То есть все время должен быть какой-то организующий центр, который может быть и не виден, но он является основой всей этой геометрии этого мира. И также центром основы морали. Есть некие такие нерушимые, не писаные законы гармонии взаимоотношения. Как только мы приступаем через эти законы, сразу же мы чувствуем в сердце какое-то, так сказать, какое-то беспокойство. Совесть начинает мучить нас. Те, кто жили в советские времена, может быть, помнят такой лозунг в общественном транспорте «Совесть – лучший контролер». Почему совесть – лучший контролер? Потому что это параматма. Параматма, естественно, лучший контролер, высший контролер, парамышвар – это вообще ведический лозунг. Совесть лучший контролер Кришна лучший контролер Действительно Контролера может не быть Я ускользнул и не заплатил Свои копейки или рубли Но внутри что-то такое Как-то неприятно сразу стало Потому что я кого-то обманул Потом меня обманут Я стал источником обмана Я положил начало какой-то Целой цепи неправильных действий И она на меня изомкнется Таков закон Причинно-следственная связь Поэтому Вот эта совесть или Бог в сердце Это центр нашего Духовного и морального бытия А для материального бытия Существует этот космос И вершина этой оси Выше меру Там еще находится Полярная звезда Неподвижная Единственная планета От Хрува называют Хрува означает неподвижный Решительный, неподвижный То есть тот вокруг которого Все вращается Все верится в этом мире Кроме одной планеты Только от Грува Лока не крутится Поэтому для навигаторов Это ориентация Они ориентируются Штурману по этой звезде Это как раз и есть Неподвижный центр Именно она является Представительством Бога в этом мире Это посольство Друва Лока Полярная звезда Это посольство Там находится Кто? Ширата Кашая Вишну Параматма Сэр сознания Самый высший разум Бог который контролирует Все связи этого мира И эти все вещи Начинают проявляться Тогда Человек начинает понимать Все эти вещи Где основа гармонии Основа симметрии И физической И гармонии моральной И гармонии духовной Где-то центр Человек начинает понимать Тогда Когда Начинает стимулироваться Его духовная природа Тогда Бог начинает Становиться очевидным И душа начинает Становиться очевидным Хотя мы сказали С самого начала Что очень Слиты все Эти элементы Материальные Кажется в духовном И духовные в материальном Но если воздействовать Духом На материю На физическое тело То из этого тела Проявится что-то такое Духовное Обязательно Таков закон И При помощи Звуков Вед Веда Это как раз Этот самый звук Это звук Который исходит Из тела Верховного Господа Это вибрация Его ума Этот звук В наиболее чистом виде Называется Веда Когда этот звук Оскверняется Разными гунами То возникают Разнообразные Мнения По поводу Веды Мнения Люди говорят Может быть так А может быть эдак Они даже спорят И так далее И люди говорят Ну мы же имеем Право на свое мнение Вот мнение одного философа Вот мнение другого философа Конечно Люди имеют право на свое мнение Но если мы возьмем Это слово Мнение И переведем На греческий язык Как это будет звучать Мнение Кто знает Ересь Ересь обозначает мнение Я имею мнение То есть Есть абсолютная истина Какие могут быть мнения Какие могут быть мнения Когда человек говорит Мое мнение Это обозначает Моя ересь Вот То есть Это мой Субъективный взгляд То есть На самом деле Ведическая литература Она очень такая Фундаменталистская Какие могут быть мнения Шилаправпад в комментариях Говорит Знание должно быть Точным и фактическим Причем здесь мнение Причем здесь ваше мнение То есть Вот есть просто знание И есть закон Вот все И люди говорят Ну это фундаментализм Вообще Никакой свободы мышления А зачем вам нужна Эта свобода мышления Для того Что будет Эта истина В принципе да Она конечно Нужна именно для этого Но получает ли благо Живое существо От этого Конечно нет Однажды Тамал Кришна Гусами Спросил одного индуса Когда он еще Жил Он говорит Вы читали когда-нибудь Книги Шилаправхупаду Он говорит Читал Как вам понравилось Он говорит Вообще не понравилось Он говорит Почему Он говорит Никой свободы мышления Все четко Вообще Выстроено Все невозможно спекулировать Не вправо Вправо Влево расстрел Все вот абсолютная истина Кришна абсолютный Какие мнения Зачем Какие мнения могут быть Есть закон Если сейчас Начнем по поводу Закона мнения Высказывать Представители закона Скажут Нам До вашего мнения Делаем Есть просто Объективный закон Понимаете Мы можем высказывать Мнение по поводу Того Упаду я с крыши Или не упаду я с крыши Если Ну давайте Мнение будем высказывать Причем здесь мнение Есть просто закон И все И современные люди С большим трудом Воспринимаются Это Этому есть причина На самом деле Почему на западе Люди так болезненно Относятся К принятию авторитета Они хотят авторитета Они хотели быть Свободой Дело все в том Что Западная культура Общая философия Сформировалась На основе Ну как сейчас называют Греческая эстетика Философия Основные философы запада Это греки В основном Греки были Греческая культура Египетская культура То есть современная Западная Как вот сейчас Мы знаем эту культуру Вот И Сами эти личности Вавилонская культура Культура Египта Культура Греции Это откуда взялись Вавилонская культура Эти культуры Были Порождением Потомков Махараджа Яяти Вот Махараджа Яяти Был ведическим царем Известным Который однажды С одной просьбой Обратился к своим сыновьям И Все его сыновья Кроме одного младшего Отказали ему В его просьбе И Своего младшего сына Он благословил А остальных Он просто выгнал За пределы Бхаратаварши Бхаратаварши Это Индия Центр цивилизации Былой Вот И Именно Вот эти вот Его Сыновья Ослушавшиеся Авторитет Отца Они Стали основой Вот этих вот Западных цивилизаций Греки Пулинды Там все эти И так далее Они И Вот это вот Непослушание Авторитету Оно генетически Уже вошло Эти все культуры Они пошли Из этого вот Неприятия авторитета Кто является Основоположником Демократии Греки Греки Это основоположники Демократии Понимаете Сократ стал Первой жертвой Греческой Демократии Не будем Эту историю Углубляться Одним словом То есть У этих людей В крови И поскольку Вот эти вот Философии Греческие Того же Аристотеля И так далее Платона Сократа Они легли В основу Западной культуры И философской мысли Это такие Ачарии Как у нас В свое время Маркс Энгельс Ленин Втроем Рисовали Точно так же Три таких Основных Авторитета Сократ Платон Аристотель Это основы Западной мысли Корифеи И кажется В их философии Много разумного У них естественно Очень много Правды На самом деле Но Главная Как бы Неправда Всех этих Философий Состоит в том Что они Основаны На идее Относительности Что все-таки Есть мнение Все-таки Есть мнение Что может быть Так А может быть Этак И мнение Как известно На том же Греческом Это ересь То есть Эти философии Относительно Такой Фундаменталистской Ведической Концепции Являются Формой ереси И поскольку Эти люди Как бы Изначально Нарушили Как бы Свой Этикет Перед отцом Перед авторитетом Ведические Ведические времена Неповиновение Отцу Или Учителю Это Фактически Подписание Ну Смертного Приговора Себе Не смертного Ну В том В плане Деградации Это Прямой путь Деградации Когда живое Существо Лишается Благословений Старшего Отца Учителя Жизнь теряет Смысл Всяческий Живое Существо Само себе Перекрывает Путь наверх И вот Эти вот Цивилизации Запада Они родились Уже Как бы Из этого Отхода У них уже Внутри протест С самого начала Был этот протест И он Уже через поколение В поколение Передавался И поэтому Все эти Культуры Они выросли На неприятии Абсолюта Поэтому Они по своей природе Вот такие Вот знаете Очень такие Либеральные Демократичные Но у них отсутствует Неподвижный Главный центр Организующий Поэтому Там существует Такая обширная Свобода Для спекуляций Потому что Все что угодно Делать и говорить То есть Но исторически Этому есть причина Почему так произошло И сейчас Весь этот западный мир Он вокруг этого Крутится Такова природа Поэтому Людям запада Им очень сложно Принимать Вот такие Вот Как бы Фиксированные Ведические концепции Они говорят Это догмы Но А законы Можно назвать догмами Ведь есть же Какие-то Константы Какое-нибудь Число Пи Или еще что-то Какие-то величины Которые Трудно на самом деле Доказать Или еще что-то Вывести Как-то Но они существуют Это некие константы Которые лежат В основе Физических уравнений А на основе Этих уравнений Уже вводятся Все остальные законы И производства Технологии То есть Есть просто Такие константы Давайте назовем их Догмами Это такие же догмы Научные догмы Вот И мы принимаем их Ничего не поделаешь Точно так же То что Бог Источник всего Назовите это догмой Или назовите это Какой-то такой Констант Вечным принципом Не имеет значения Вот Но На западе Люди Очень к этому Относятся Болезненно Им хочется Чтобы уважали Их мнение То есть Имеют право На ересь На мнение Вот Поэтому Так много Говорится Чего Так много Пишется До сих пор Мараются бумаги Огромное количество Вот Сколько книг Сколько всего Вот Но Знания Очень и очень мало И Пока живое существо Находится в таком Обусловленном Падшем состоянии Внутри этого Материального мира Вход к какому-то Высшему наслаждению Счастью Для него закрыт Если мы посмотрим Как живут Разные живые существа То мы увидим Что они наслаждаются Разными стихиями Которые исходят Из Верховного Господа Верховный Господь Источник всех этих стихий Ложное эго Разум Ум Пространство Что там Воздух Огонь Вода Земля Это разные стихии И разные живые существа Наслаждаются разными стихиями Разными уровнями бытия Например какой-нибудь червь Наслаждается чем? Элементом земли Он роется в земле Он живет в земле Недавно один какой-то Английский актер Решил провести эксперимент В какую-то там пленку Какую-то пленку Себя замотал Как червь такой И взрылся в землю Несколько дней он пытался В земле жить Он пытался пережить Бхаву червя Состояние Что же чувствует червь Интересно в этом состоянии Так живые существа Наслаждаются стихией земли Рыбы наслаждаются стихией Воды Это чуть более Уже активная стихия Там двигаться можно больше Птицы наслаждаются стихией воздуха Они могут парить Больше у них свободы Какие-то живые существа Наслаждаются стихией огня Как мы наслаждаемся стихией огня? Нам нравится солнышко Тепло Хорошо Кому-то мало Огня обычного Пойдем-ка в баню 150 градусов Как разжарим Ух Насладимся этим огоньком А потом Прорубь оттуда Людям доступны Наслаждения Многих видов Они могут В отличие Если скажем Рыба может наслаждаться Только водой А птиц Только воздухом А червяк Только землей То человек Может наслаждаться И в воздухе Он может летать На дельтаплане На самолете С парашютом Может прыгать Он может наслаждаться И под водой Хотя тоже ограничено На днях Одного инструктора Плавания В Австралии Напополам Прям перекусила Шестиметровая акула Он показывал Как там правильно Нужно плавать Своим студентам И прямо на глазах У этих студентов Шестиметровая акула Его оп Напополам Смертельный номер Всем показал В буквальном смысле Этого слова То есть такое Наслаждение Немножко ограниченное В воде Человек может Наслаждаться И Как я сказал Огнем Светом Прочими вещами И в землю Действительно Зарываться Может в шахте Шахтеры Они показывают Что такое Наслаждение Под землей Их там Периодически Заваливает И такие чумазые Все Уползают оттуда Да Некоторые люди Некоторые существа Более высокого уровня Они наслаждаются Более тонкими элементами Они не ищут Наслаждение В земле В воде В огне В воздухе Они ищут Наслаждение Стихии ума Или разума Там Ищут наслаждение Они перебирают Какие-то там Философии Концепции Читают разные книжки Говорят Ох Какая идея Ты посмотри И они обсуждают Сети И счастливы По этому поводу Одним словом Живые существа Пока душа Находится в состоянии Иллюзии Она не может Иметь доступа К чистому счастью И счастье В рамках какой-то стихии Как правило Протекает Животные Они более ограничены Какой-то набор стихий Дальше этого Они не могут пойти Если вода Значит вода На воздухе уже не может А если в воздухе Значит в воздухе Птица уже под водой Не может плавать Людям больше Открыто возможности К разным стихиям Они имеют доступ Кто-то там Философы Какие-то Мудрецы Живущие на высших планетах Или жители райских планет Они наслаждаются Элементами эфира Пространства Души Как бы так сказать Наиболее обнажены Наиболее чувствительны Они же такие тонкие элементы Покрывают их Поэтому Их счастье Более высокого порядка Тем не менее Какая-то обусловленная Тем не менее Какая-то покрытость Существует И только полностью Освобожденные души Могут наслаждаться Чисто стихией духа То есть Так как материальный мир Из элементов состоит И разные элементы По степени плотности бывают Поэтому счастье Разное По качеству В зависимости от того Каким элементом Этого мира мы наслаждаемся Это разные элементы Бытия Бога Разной степени Забвения Бога Все эти элементы И чем выше к нему Тем больше динамики Тем больше движения Тем больше свободы Мы можем летать в пространство Не дай нам пространство Кажется пространство Такого элемента Его даже не видно Пространство Его не видно Пространство Но попробуй нас ограничить Пространство Поместите 10 человек в один лифт, и все, и будет сложно, очень сложно. Однажды один мужчина делился своим опытом, как на 48 часов на двое суток с 8 женщинами он застрял в лифте в Америке. Представьте себе, на 48 часов двое суток с 8 женщинами, один в этом лифте, без света, свет выключили, и все. И за двое суток, понимаете, всякое же разное происходит людям, в туалет хочется, еще что-нибудь. И вот там 9 человек, представьте себе, в этом лифте, они мочутся, испражняются и так далее, тут же трутся, поскольку там все. Они же думали, что сейчас это одна секунда, мы на конец, ту первый этаж, залетим, и все. А так вот, по воле Господа, их на двое суток в темноте, и сразу же пространства не хватает, человек начинает ценить вообще, воздух, пространство какое-то. Вот так мы его не замечаем. Поэтому материальные элементы, конечно, дают нам определенное наслаждение. Когда у нас земля под ногами, мы чувствуем себя уверенно. Когда у нас достаточно воды, тоже хорошо. Когда есть чем подышать свежим воздухом, замечательно, в свете солнышко, элементы, тепло, свет, дает нам мелатонин, гормон радости, брахман, радостный брахмананда. Радуемся всем этим вещам. То есть элементы материальные дают нам определенное счастье. Когда у нас есть, так сказать, здравый рассудок, четкое понимание, в этом тоже находим какое-то наслаждение. Когда наши эти тонкие элементы, ум, разум, эго, нормально работают, мы черпаем какое-то наслаждение внутри себя. Своими какими-то достоинствами гордимся, или каким-то своим знанием наслаждаемся, какими-то ощущениями. Когда тонкое тело нормально работает. Когда тонкое тело ненормально работает, хотя вроде бы мир вокруг нормальный, погода хорошая, воды и воздуха хватает. Человек держится за голову и говорит, бедный я несчастный, какая-нибудь у меня депрессия, или еще что-то такое, если в голове непорядок. То есть разные элементы бытия материальные дают человеку какой-то определенный вкус, какое-то определенное счастье. Но высший тип счастья живое существо может пережить только в состоянии чистой духовности. Духовный мир называется, духовное царство. Вот там живое существо переживает чистый тип счастья, потому что там душа находится в своей родной стихии, в естественном состоянии. Но для того, чтобы живое существо из всех этих элементов, из всех этих ограниченных стихий вышло и поднялось на уровень духовного мира, духовной реальности, для этого нужно, чтобы вот это вот сознание души постоянно бомбардировалось с духовной энергией. То есть катализатор извне должен обязательно быть. И тогда, благодаря вот этому стимулятору извне, душа постепенно будет выходить из тела, вырастать. Сначала, оставаясь даже в этом теле, она будет просто подыматься над телесной концепцией. Что значит душа растет? Мы остаемся в теле. Я не вижу, как она растет. Но она растет, это чувствуется потому, как человек относится к жизни. Какие-то трудные материальные ситуации, что-то еще. Но человек выше этого. Душа по своей природе выше этого. Но мы выяснили, что сейчас она настолько погружена в материю, что куда тело, туда душа. Она реактивна. Телу плохо, душе плохо. Телу хорошо, душе хорошо. Такая вот рекомендация, такая привязанность. Вчера мы тоже говорили на эту телу, что телега с лошадью связана. Лошадь туда, телега сюда. Они очень тесно связаны. Но, тем не менее, телега, лошадь это разные вещи. Также и душа, и тело разные вещи. И здесь Лутхава говорит, как это понять, Кришна? Он говорит, в ведах мы узнаем, что вроде бы это разные вещи. Что душа, и тело это разные вещи. Но в повседневной жизни они так тесно слиты, что невозможно понять, что. Кажется, что это одно. Кажется, что это одно. И для того, чтобы понять, что все-таки это не одно, необходимо стимулировать душу. Вот тогда она зашевелится, и она будет подыматься. Шила Прабхупада говорил, что для того, чтобы практически понять, что я не тело, что нужно делать? Он говорит, нужно подняться на уровень чистого воспевания Харе Кришна мантры. То есть это не просто вопрос философии. Он говорит, если вы хотите ощутить опыт своего отдельного существования тела, если вы хотите почувствовать действительно, что душа выше, чем тело, он говорит, это можно сделать, как ни странно, через процесс воспевания Харе Кришна мантры. Почему? Потому что этот процесс воспевания, что он делает? Он как раз и стимулирует душу. Он как раз стимулирует ее И из-под этого всего хлама Из-под этого всего давления материальной природы Из-под этих вот покрытий Ума, разума, ложного эго Он душу поднимает, достает Это и есть главный стимулятор Для этого собственно говоря Кришна и пришел в нынешнюю эпоху Для того чтобы Вот эту вот душу, которая сейчас по видимости Слилась с телом Мне кажется объединилось что-то такое одно Что невозможно понять Душа в теле, тело в душе В сознание проникли заботы тела Попробуйте помыслить о себе сейчас О себе, о своей жизни Хоть одну мысль подумать о своей жизни Не представляя себя в этом теле Вот какую идею можно допустить Скажем, какой жизнеплан, что-то еще Без участия себя вот в этом конкретном теле Не получится Это что говорит? Это говорит о том, что тело очень прочно вошло в сознание Именно потребности вот этого конкретного тела Четко вошли в наше сознание И мои представления о себе очень ясные Я вижу себя каждый день в зеркале Вот он я Понимаете? И все мои жизненные планы Они связаны с этим конкретным телом То есть в моем сознании Я главная фигура Главное действующее лицо И так тело очень глубоко в сознание проникло Как же вытащить его оттуда? Нет нужды вытаскивать Сначала необходимо в это сознание Принести Кришну А Кришна как раз и есть такой Главный сепарирующий элемент Как предположим Вот есть молоко Добавляется туда кислота какая-то Тамаринт или что-то еще Лимонная кислота И сразу же раз сворачивается Сыворотка И что там? Творог Вот они раз и сепарировались А как бы они вместе? Но когда еще один элемент добавляется Они раз и сепарировались Точно так же сейчас кажется Тело, душа одно и то же Не поймешь Как они вообще? Что это такое? Вроде бы философски понимаешь Что это разные вещи А на практике Настолько они тесно слиты Что ну невозможно их отделить Но точно так же Как можно сепарировать Сыворотку от творога Точно так же можно сепарировать Сознание от физического тела И главным этим Сепарирующим элементом Является Кришна Он стимулирует душу Он приходит в форме святого имени Он пришел в облике святого имени И он как раз стимулирует Духовное осознание У человека начинает приобретаться Духовный опыт Которого раньше не было Опыт души И чем более серьезно человек К этому процессу относится Воспевание Чем более серьезно он понимает Что имя Кришны И сам Кришна это одно и то же Он начинает относиться К процессу воспевания К святому имени Очень трепетно Как к самому Кришне Мы приходим в храм Божество Перед Божеством мы склоняемся Но перед Богом в звуке Можем не обязательно склоняться Для нас Харе Кришна Может просто расхожее слово Харе Кришна Харе Бог Я пошел То есть называется Произнесение Как там Святые имена Бога В сует С несерьезным отношением Христиане с этим борются В принципе мы тоже с этим боремся Мы называем это Невнимательным воспеванием Невнимательным воспеванием И когда человек Учится внимательному воспеванию Вот тогда Следствием правильного воспевания Является совершенно Практический опыт Я не имею отношения К этому материальному телу А если имею То очень непосредованное Вот это признак Правильного воспевания Это не просто какие-то Такие Эзотерические Непонятные Там А вот интересно Что там Кришна Я вижу Что-то такое Кришна это еще далеко На материальном уровне Очень простые симптомы Правильного воспевания Очень простые симптомы Человека Все меньше и меньше Начинает волновать Его материальное тело Всё что с ним связано Это означает Что сознание души Начинает уже вычленяться Из материи Хотя сейчас они так Плотно слиты Но через этот процесс Уже душа Начинает выходить Вот это правильное действие Вот это верный Правильный симптом Верный симптом того Что человек правильно воспевается это имя. И здесь как раз Кришна сюда, вернее, он и пришел именно для того, чтобы помочь живому существу этот опыт приобрести. И дальше в этой главе, примерно таким же образом, как я вам рассказывал, Кришна рассеивает сомнения Удхава по поводу того, что сознание и материя — это разные вещи. Удхава говорит, вроде бы, веды говорят, что разные, но на самом деле мы видим, что они так тесно слитые, что почти не видно границы. Кришна говорит, нет, нет, они все-таки разные. Он объясняет ему, что для того, чтобы обрести этот все-таки отдельный духовный опыт, необходимо принять духовный процесс, который усилит душу и вычтянет ее, поднимет она до этой материи, и тогда живое существо само увидит свое собственное отличие от материи. Это называется самосознание. Харе Кришна. Вопросы? Секундочку, давайте сейчас пока, если есть у кого-то по теме, чтобы мы... Как характеризовать привязанность к телу больше, то есть если человек больше наслаждается через глаза, через джок, через уши, или тактильные отношения, то есть есть какая-то характеристика привязанности к телу, или нет? Или, может быть, есть как-то наслаждение в гонах, в каких-то, может быть, если человек наслаждается определенным органом, может быть, это такая гонка, а если нет, другим? Если составить геерархию... Вообще, Жигумар, у меня конкретно интересует активное отношение, причем спонтанные такие, знаете, неосознанные, когда там, ну, хочется подержаться, ну, то есть прикосновения конкретно, то есть, вне всяких там, сексуальных наклонностей, просто так. Если составить геерархию элементов, то самым тонким является эго, потом разум, ум, потом пошли пространства, и связанный с ним звук, звуки, поговорить, послушать, музыка, вот, такая форма наслаждения на уровне эфира. На уровне эго человек наслаждается самоположением, самоутверждением, я такой-то, такой-то, или наоборот, если он невысокая, небольшая птица, то он страдает на этом уровне. Эго доставляет ему боль, что он не может как-то утвердиться в жизни, найти себя, или на него не обращают внимания, допустим. А тут он, наоборот, центр внимания, и эго является для него источником наслаждения. Я везде, на всех первых страницах газет, журналов, я топ-модель, или еще что-нибудь такое. То есть, мое эго дает мне наслаждение, потому что люди смотрят на меня, я прославленная личность, человек думает, это так. Эго. Ну, разум, ум, понятно, мыслительные, там какие-то все эти философские наслаждения, такие вещи. Когда мы спускаемся на уровень элементов эфир, пространства, в нем распространяется звук. И на уровне звука мы знаем, можно слушать музыку, можно слушать какие-то разговоры, можно как-то там общаться, вот так, это наслаждение. Вот. То есть, мы начинаем сверху, вот так, скажем, этим вещам. Потом ниже пространства идет воздух, и воздуху соответствует как раз тактильное ощущение, то есть, это вот желание касаться каких-то приятных предметов или контакт тел, где это уровень воздуха. Потом идет элемент огня, и соответствующее ему наслаждение, это наслаждение формой, смотреть какие-то формы, созерцать. Потом идет элемент воды, это наслаждение вкусом, соответственно, вода, раса, вкус. И последнее, это элемент земли и запахи с ним связанные, то есть, уже что-нибудь понюхать. В такой, если, скажем, вот такую иерархию выстраивать, то это самое низшее желание понюхать. И мы видим, что животные, они как раз тем и занимаются, ходят и нюхают все, так сказать. Это у них основа. В Шримад Бхагава там говорится, что животные лишены памяти сердца и находят свою пищу по запаху. То есть, это самый низший уровень организации. Вот так они определяются. Поэтому, можно, конечно, сказать, здесь развернуть, наверное, целую философию. Это я не задумывался по поводу уровня чувства наслаждения по этим элементам. Это как бы привязанность к телу? А? Привязанность к телу. Можно как-то или это не? Это все формы привязанности к телу. Смотрите, опять же, если вот по этой иерархии, эго наиболее тонкое, выше всех стоит. Потому что именно эго связывает душу с телом. Если бы не было эго, что бы нам здесь делать, да? Если бы мы это тело увидели реально, без своего ложного эго, мы бы ужаснулись, наверное. И это мою душу. Предложите вам, приличному гражданину вообще сесть в какое-нибудь грязное место. Он говорит, что, да? Так вот, душа это, скажем, такое чистое живое существо и находится, извините, вообще в клаке вот этого тела. Если это изнутри посмотреть, мало что привлекает. Если тело наизнанку вернет, что-то страшное. И только благодаря эго мы считаем, что все в порядке, что все хорошо в этом деле. Если по этой иерархии смотреть, эго – высший элемент, значит наслаждение своим эго, то есть, допустим, своей властью, своим положением, то есть, по идее, нужно быть более высокое. Ну, по тонкости переживаний, может быть, да. Потому что реально человек, может быть, ничего не видит, не нюхает, ничего не касается, но это как бы в уме чисто происходит. Чисто в уме происходит. Вот. Но, с другой стороны, этот человек может быть настолько горд своей репутацией, своем положении, внешностью, чем-то еще, что он может быть даже более обусловлен, чем тот, кто, скажем, не гордится, но больше любит поесть, попить или еще что-нибудь. Он может наслаждаться какими-то более низкими элементами по себе, но при этом он может не быть настолько гордой, тщеславной фигурой, кто-то наслаждается на уровне эго. Вот. Поэтому, я не думаю, что здесь, скорее всего, нужно уровни наслаждения строить не с привязанностью со стихиями, а с гунами. Вот. Потому что Кришна говорит, что гуны – это инструмент определения уровней. Он определяет в Бхагавадгите, что знание, в гуне благость, нежество, страсти, понимание и так далее. Все, как бы, вот такие основные категории. Решимость в разных гунах, он пищу в разных гунах дает. То есть, все-таки, для того, чтобы определить иерархию или уровень чего-то, здесь, скорее всего, не элементами нужно пользоваться, а гунами. Вот. Потому что мы знаем, что как бы для эго высшее состояние – это его отсутствие. Ложное эго. Это понимание того, что есть слуга. А слуга не гордится. Вот. Он готов служить, потому что гордый не готов служить. Говорит, чего еще там, да? Как этот, кто там, этот вечный герой Остап Бендер, Кисер Ваен, говорит, а теперь, говорит, вы будете, говорит, на французском, немецком, русском языках просить милости. Он говорит, никогда, говорит, Воробьяниев не протягивал руки. Он говорит, так протяните ноги, старый дуралей, если вам гордость не позволяет, скажем, попросить, то будет так. Вот. То есть, дело не в этом, не в самих элементах, а в гунах. Потому что, например, мы знаем, что есть такой процесс преданного служения, вдыхать аромат благовоний и цветов, предложенных Кришне. А только что, мы выяснили, что вдыхание ароматов это связано с элементом земли, то есть, наинизшее. Но, если это все в духовной сфере происходит, мы предлагаем цветок или благовоние Кришне, потом вдыхаем эти вещи, никакого отношения не имеет. Подумаешь, стихия земли, да? Или то, что мы говорим, есть такой элемент преданного служения, пить черенамбрит. Черенамбрита это жидкость, вода. То есть, на уровне элементов это вода, предпоследней по грубости. То есть, мы просто наслаждаемся водой, пьем. Но это черенамбрита, которое мы, это тело Кришны. Это чистый трансцендентный процесс. Или просад тоже, грубый элемент. Мы жуем, допустим. Ну, слушание, это высокий процесс, конечно, на уровне эфира, трансцендентные звуки, философия, что-то еще. Но, как мы увидели, что все-таки Кришна в качестве методологии определения уровня дает гуны. То есть, есть та же самая музыка, допустим, которая распространяется в эфире, тоже разного качества бывает. Есть музыка в невежестве, которая повергает людей в меланхолию, в такое состояние печали. И вот он слушает там какой-нибудь романс, там, зачем нам поручик, чужая земля? И слеза у него капает в бокал, и он там говорит еще одно. Это там агуна называется, невежество, понимаете? Когда звуки в эфире, эти вот песни, они просто, скажем, в человеке невежество пробуждают такое. Или какие-то там страсти, всякие разные, романтизм, это гуна страсти, любовь там и так далее. То есть, звук, сама стихия эфира, она нейтральна. И она может проводить разные звуки. Она может проводить проджалпу какую-нибудь, она может проводить звуки отбойного молотка, она может проводить звуки вет, Харе Кришна мантры, чего угодно. То есть, она нейтральная стихия. Но информация внутри как бы этого эфира, этого пространства может быть по гуном совершенно разная. Невежественная информация, разрушающая, страстная информация, созидающая, благостная информация, дающая знания и трансцендентная информация, вытаскивающая человека из всего этого. Вот. Поэтому все вот эти вот формы наслаждения, которые связаны с элементами, с этими разными стихиями, они могут быть характеризованы с позиции гун. С позиции гун. Не просто, что мы там пьем или слушаем, а что конкретно мы пьем, едим и слушаем. Если мы слушаем трансцендентную информацию, значит, это трансцендентная. Вот. Если мы нюхаем цветок, предложенный Кришне, несмотря на то, что запах и элемент земли это наиболее грубые такие вот стихии и формы наслаждения, это трансцендентно, потому что это предложенный Кришне. Вот. Поэтому здесь с позиции гун нужно оценивать все запахи, вкусы и так далее. Как душа относится к тому, что тело кремировать надо? Да, да. Ну, смотря какая душа. Вот. Если душа находится в знании, особенно, если душа завещала, что тело кремируете, я думаю, что она хорошо относится. Да. А если душа какая-нибудь невежественная, скажет, ой, куда? Дом сжигаете? Вы что? Вот. А я-то надеялся, что могилка там будет. И все там, да, с мраморной плитой и бомжи будут побираться, регулярно собирая подношения, которые мне мои родственники будут подносить. Вот. И все мои родственники тут же лежат. То есть если у человека нет правильного сознания, то по-разному может обидеться. Вот. Поэтому тут надо так очень осторожно к этим вопросам относиться. Еще вопрос. Можно дополнить? А, пожалуйста. Недавно показали фильм именно про это, про кремацию. Осциллограф подключили к трупу и когда гроб заехал в этот печь, осциллограмма осталось, как у живого человека. Дружа не хотела, чтобы у друга жить. О, видите как. Поэтому есть такое понятие, называется в астрологии прета-шапха проклятие мертвецов. если, например, как мертвец может прокляять. То есть, если, например, дети как-то очень непочтительно отнеслись к своим родителям, родители уже умерли, какое-то время родители еще видят, что там происходит и ребенок думает «А, вот, наконец-то, мое наследство или еще что-нибудь или так там по самому экономичному варианту своих родителей закопал, отец думает «Ах ты свинья, я тебя всю жизнь кормил, поел, ты тут на мне экономишь». Не мог гроб получше или еще что-нибудь оркестр заказать. И поэтому даже из другой реальности эти вот преды, уж это что-нибудь проклятие, прета-шапха, страшная штука на самом деле, проклятие. Правда, да? Конечно, конечно, а что вы думаете? Почему говорится, что о покойниках плохо не говорят? Потому что они все слышат какое-то время еще поменьше. Это вещи серьезные в действительности. А что ты думаешь, значит, ты правильно, что устраиваешь такие поминки там с водкой, со всем, то есть это нужно? Нет, насчет водки я не говорю, что это правильно. То есть просто у людей такая культура тамагуна, поэтому они без водки не могут. Для них поминки или что-то еще, родился или ботинку купил или еще что-нибудь, для них обмыть это просто, это как бы повод, понимаете, водки лишний раз выпить. Вот, поэтому то, что поминают какие-то там хорошие качества, это хорошо, это элемент культуры, понимаете, желаю этому там царства тебе небесного или хотя бы земля, чтоб пухом хоть что-нибудь, если не царство небесное, хоть землю, ну, это нормально. А там, когда водка и прочие вещи, это, конечно, не верится, но такая культура, понимаете, если ты не будешь пить, скажешь, да ты что, обижаешь, там еще что-нибудь, традиции предков не чтишь, каких предков, вот, которые там где-то в аду жарятся, тех предков, что ли, непонятных, вот, то есть, элементы культуры остались у людей, даже связаны с этими всеми поминками и так далее, но все смешано с низшими гунами, с низшими гунами, поэтому есть элементы позитивного, когда они там пытаются угодить тому умершему, там, какой-нибудь получше, действительно могилку, чтобы все это не пытаются как-то угодить ему, вот, а всеми этими стопками на могиле, бутербродами с колбасой, доваренными яйцами, которые они предлагают, этого, конечно, никакого толку нет, более того, это тамагуна, вот, еще? у него были по различным частям тела, было видно, что он великой и великий святой, здесь есть интересная концепция, про нас, в нашей традиции про это не говорится, нам было сознание, то есть, какое тело не имеет значения, а там писали, это что было, как бы, специальная наука, или тела давались согласно своей, как бы, прошлой духовной заслуги, как бы, по которому можно прилить, чтобы человек не было права от нас, помните там было? я помню, помню, в чем вопрос? про это рассказать? про это рассказать? вы уже все рассказали, я еще не понимаю, ну, да, в читании чередамрити перечисляется 32 лакшаны, лакшаны, это внешние признаки махапуруши, махапуруша означает великая личность, великий человек, вот, и там говорится о пропорциях, тела, какие части тела, что, по-моему, там широкие плечи, выпуклая грудь, там, длинные руки, там, что-то еще, какие-то пропорции, соотношения, пальцев и так далее, вот, это признаки махапуруши, там, комментарии небольшие, Шила Прабхупада дает, вот, то есть, это опять же говорит о связи внутреннего с внешним, в особенности, это, конечно, касается личностей, которые являются синхами освобожденными, то есть, обычно, когда человек, вот, обычная обусловленная душа, он по своей карме получил, какое-то тело красивое, некрасивое, какое-то он получил, вот, и в этом теле, допустим, он стал преданным, это не означает, что у него сразу, там, пальцы удлиняться, или еще что-нибудь, фигура, она так, сильно не изменится, немножко лицо, будет, конечно, более благородно, глаза выглядеть, вот, нутро будет меняться, поэтому общий облик, как бы, общая, общая, как бы, атмосфера сознания этого человека будет меняться, а дело останется, вот, поэтому, обычные обусловленные души, по этим всем лакшинам, их, конечно, оценивать нельзя, девят хану, тут одна эта, шкаторина у вас вылезла, вы ее внутрь затащите, а то она здесь, вот, вот, и, как правило, вот эти признаки, это признаки освобожденных душ, то есть, шукадавого саммита освобожденных душа, нитя ситха пришел из духовного мира, поэтому пропорции его тела, они фактически соответствовали его внутреннему духовному состоянию, как бы, внутренняя его духовность, она выражалась и в такой внешне, определенной какой-то, аристократичности, такой вот красивости, что он даже не вызывал, когда он проходил, мимо там этих юных девушек, которые купались в реке, хотя он был совершенно обнажен, и они там купались, потому что у них не было никаких, как бы, никаких эмоций, связанных с сексуальностью, ничего такого не было, потому что от него этого не исходило, и они ничего этого не почувствуют, такая, как бы, очень удухотворенное, полностью удухотворенное, живое существо идет, и все, а следуем за ним шел Вьясадева, который был одет, который, ну, как бы, грехасков, в роли домохозяина, привязанный, как-то, в какой-то мере, к этому миру, они сразу же увидели, стали прикрываться, потому что, как бы, он в рамках такого, как бы, общественного этикета, и они в рамках общественного этикета, а Жугадева, гласами он, авадута, то есть, человек, который выше материи, его не касается все эти вещи, поэтому, когда он шел, от него не исходило никаких, как бы материальных импульсов, позывов, и никто так же материально не реагировал на его внешность, вот, если он полностью, как бы, такой, одухотворенной личностью, вот, ну, иногда мы видим, разве нет, смотришь на человека, и видно, ну, какое-то благородство, определенные какие-то черты, определенные качества, то есть, это говорит, может быть, о том, что человек практикует духовную жизнь уже давно, в целом, очень благочестивая, вот эта благочестивая карма, и вот это вот чистое его сознание, оно так же может проявиться в определенной внешности, хотя иногда бывает, не так, какой-то мудрец, он может быть, наоборот, кто-то там был из этих мудрецов, не помню, какой-то очень искривленный пулак, стиль, пулак, а? А, Аштавак Рамунь, да, простите, Аштавак Рамунь, вот, его тело было, наоборот, таким вот, неказистым, но это уже, как бы, конфигурация кармы разная бывает, но в целом, говорится, что чем более живые существа возвышенные внутренне, они и внешне красивее, жители райских планет и высших планет, они очень красивые, привлекательные, их внешняя красота, это проявление их внутренней красоты, а, когда мы почитаем описание духовного мира, в этой песне Шимат-Бхагова, там говорится, что мужчины, женщины духовного мира, они потрясающе красивы, но они при этом не очаровываются друг другом, потому что они очарованы Кришной, уже, но внешне их форма совершенна, почему они совершены? потому что совершенно их сознание, Потому что там между формой и содержанием нет разницы. Здесь содержание, человек может быть внутренне очень хорошее, но также есть какая-то дурная карма, поэтому немножко уродлив или еще что-то такое. А в духовном мире, где тело это просто развитая душа, раздувшаяся душа, душа совершенна, поэтому ее очертания, ее форма тоже совершенна. Поэтому личности, которые, как правило, обладают сатусом нития ситхи, то есть лично освобожденные, пришедшие из духовного мира, у них и облик соответствующий. Господь Штане описывается, его все лакшины. Кто-то, по-моему, Шрила Прабхупада описывал даже признаки своего духовного учителя Бхаксана Сарасвати, он говорит, что тоже признаки Махапуруши внешние. Ну, что еще об этом скажешь? А бывает, что внешний человек очень красивый, но внутренний крокодил, такое бывает тоже, да. То есть конфигурация его кармы такова, что с одной стороны он заслужил своей кармой красивую внешность, это один элемент его кармы, а другие действия его привели к тому, что он или глуп, или какой-то негодяй и так далее. Вот, логически это обозначает, что красота его, конечно, она очень ограничена поверхностно, и она скоро пройдет, и как раз, может быть, он крокодильскую внешность и приобретет. Вот, поэтому, как говорит Кришна в Бхагавадгите, все хитросплетения кармы очень сложны для понимания. То есть так карма переплетается, что человек может быть очень красив внешне, но глуп или с золотом, а другой наоборот. Это смешанная природа, смешанная карма называется, смешанная. Вот, а когда мы говорим о махапурушах, то есть о великих личностях, которые на духовном уровне находятся, то фактически у них как бы с кармой отношений практически нет, поэтому они такие возвышенные, и внешне выглядит красиво. Последний вопрос. А может ли глупый человек стать умным? Может ли глупый человек стать умным? Конечно, может. А? Ну, понятно. А как бы он стать умным, если он глупый совсем? Что вы имеете в виду глупый? Я не знаю, что вы имеете в виду. Нет, я говорю, что вы имеете в виду. Ну, например, я не знаю, может быть я, может быть я, или кто-нибудь из нас считал себя когда-то раньше умным, да, до того, как мы стали преданными. Но с нынешней позиции преданным нам кажется, что вообще дурак дураком был. Хотя, может быть, человек считался как бы в своем, в среде ослов, как бы такой, выдающийся осел. Но когда человек становится преданным, тогда он понимает, какой же я был осел на самом деле. То есть, в этом смысле, да, глупец может стать. Вы имеете в виду, что человек как бы такой умственно отсталый, с такой слабой, как бы разум слабый от природы человека. Вот это имеете в виду? Нет. Вот это, нет, наверное, уточните, я же не знаю, что вы спрашиваете. Вот это, да? То есть, умственно отсталый, человек со слабым разумом может его стать таким... Это, да, это называется прорабсха карма, проросшая карма, она плохо поддается коррекции. Вот, и в принципе, шудре нет необходимости становиться брахманом. У шудры есть такое замечательное качество, как дух служения. Вот, и этим духом служения он может очень многое сделать. Он может подняться выше, чем гордый брахман, который лишен духа служения. Вот, поэтому, в зависимости от варны, у людей разные обязанности. Нет необходимости все стать брахманами. Есть необходимости все стать слугами. И порой шудре хорошему, слугой стать легче, чем брахману. Порой. Он слугар по природе, да? А? Он по природе слугар. Да, ему легче понять этот принцип. И мне нечем гордиться особенно. Я простой человек, чем мне гордиться? Я могу только служить. Ему достаточно понять главную идею, что есть Верховный Господь, Он Господин, а я Его слуга. Вот все, вот вся философия. Все остальное, это как бы уже такие рюшечки, знаете, экспансии этой всей философии, детали. А главное, это сказать, блюдо, это вот, все остальное, это гарнир. А главное понять, что вот душа, я есть Бог, я Его слуга. Вот, если у шудра есть такое ясное понимание, и он смирен, и он обрел какой-то опыт трансцендентный через воспевание, через преданное служение, большего и не надо ему. Естественно, что если мы имеем дело с брахманом, то брахману полагается быть ученым. Брахману быть глупцом, это позор, он должен быть ученым. Поэтому, если перед нами брахман, значит, мы знаем качество брахманических знаний, мудрость, религиозность, простота, скотизм и т.д. То есть, каждая варна должна демонстрировать свои какие-то качества. Поэтому, это немножко такой умозрительный вопрос, может ли шудра стать брахманом. А зачем? А зачем? Он может стать преданным иначе. Не через обширные познания шахтр, а через дух служения. А вот у брахмана, его служением как раз будет обширное познание шахтр. Потому что у него природа такая, у него другой разум, более чистый. И поэтому ему нет необходимости, как шудре, молотком стучать или еще что-то. А у него другое. Это его будет служение, изучать шахтр и преподавать шахтр. Его мы об этом оценим. Но общим, что у них будет, знаменателем, это дух служения. Просто служение по-разному выглядит будет. У одного оно будет чисто физической формулой, у другого более тонкую, интеллектуальную. Все, на этом мы закончим. Шимаат Бхагаватам Ки Джа. Шива Прабхупада Ки Джа.